В эфире новости региона в студии Анны Рязанова. Добрый день. Сегодня в Архангельске зажгут уличные фонари. Это означает, что сезон белых ночей в городе завершается. Теперь свет будет включаться и отключаться не по графику, а с учетом погодных условий. Сведения об этом будут поступать от системы контроля за уровнем освещенности городских улиц. Это будет происходить в режиме реального времени. Радиоактивная зенитка вернется в Сквер Победы после обработки в МЧС. Специалисты Беломорской военно-морской базы уже обследовали пушку и признали ее безопасной. Горожане идею поддерживают на сайте администрации Архангельска. За то, чтобы вернули зенитку на место, проголосовали более 500 жителей столицы Поморья. На площади перед Морским речным вокзалом начался демонтаж одного из терминалов. Решение о демонтаже одного из двух терминалов было принято администрацией Архангельска в июне этого года. По соглашению, подрядчик также должен привести в порядок и прилегающую территорию. Срок полного демонтажа объекта должен быть установлен до 1 сентября 2017 года. И, конечно же, сегодня собственнику необходимо соблюдать данные сроки и выполнять требования, которые сегодня прописаны в соглашении. Работы ведутся с опозданием, но уже сегодня на территории стройки и внутри самого терминала полным ходом трудятся рабочие. Что касается второго терминала, срок аренды на строительство продлен на три года. Правда, пока обновленный проект пересадочного терминала все еще не поступил в администрацию. В нем должны быть предусмотрены автобусная парковка, озеленение и благоустройство территории. Напомним, что возведение двух транспортно-пересадочных терминалов на площади перед МРВ началось еще три года назад. И если все пойдет по плану, стройка должна завершиться до 2020 года. В художественном салоне Архангельска открылась экспозиция, посвященная 200-летию великого русского живописца Айвазовского. Условия выставки – картина должна быть новой, либо прежде никогда не выставлявшейся. Повелитель морской стихии Иван Айвазовский и в наше время нашел отражение в работах архангельских и северодвинских живописцев. В художественном салоне областного центра открылась экспозиция, посвященная юбилею маринистам. Ядром, зерном, изюминкой, скажем, этой выставки является вот эта работа, которую, я думаю, стоит показать. Это маленький рисунок на фотобумаге самого мастера, который предоставил нам частный коллекционер, фамилию которого я не называю по понятным достаточно причинам. Над созданием экспозиции трудились 15 художников. Работа оказалась плодотворной. Теперь на протяжении трех недель 28 полотен будут украшать зал выставки. Среди них и картина «Соколиная охота», написанная внуком Айвазовского Константином Арциуловым. Она заслуживает отдельного внимания, как и та, что принадлежит мастеру Александру Кожину. Название письмо Айвазовскому говорит само за себя. Ну, трудно обозначить правильно, наверное, его направление этой живописи. Вы смотрите, значит, человек взял что? Наиболее часто встречающиеся цвета в живописи Айвазовского в форму 19 века и назвал свою работу. Письмо Айвазовскому, да, из сегодняшнего века, из 21-го, вот туда в 19-й. А вот работ Дмитрия Трубина на морскую тематику на выставке представлено целых три. Хотя художник признается, Айвазовский для него не больше, чем просто пример хрестоматийного искусства. Вообще, когда я услышал об этой выставке, я полагал, что у нас в Архангельске не найдется маринистов. И поэтому я, так как человек увлекающийся, я написал штук 15 марин, пока не отпал. Я, в общем, человек такой серийный художник. Выставка, посвященная Ивану Константиновичу Айвазовскому, открылась 29 июля, ровно в день рождения великого художника. И с этих пор ее посетило уже более ста человек. Анна Рязанова, Александр Кузнецов, Архангельское телевидение. В Архангельской области зарегистрировано уже более 5,5 тысяч обращений по поводу укуса клещей. Больше всего пострадало жителей Вельского района. За ним следует областной центр. В регионе уже выявлено 8 случаев заболеваний клещевым боррелиозом и 11 вирусным энцефалитом. Завтра в эфире Архангельского телевидения смотрите очередной выпуск программы «Городская среда». В прямом эфире на вопросы моего коллеги Алексея Шемякина ответит заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин. Присоединяйтесь к нашему диалогу. Номер телефона прямого эфира – 211-385. Начало программы в 19 часов на телеканале ТВ-Центр. Сегодня вышел новый выпуск еженедельника «Правда Севера». И вот что можно узнать с его страниц. В Архангельской области вновь обсуждают систему распределения лесфонда. Разговор об этом зашел на встречу губернатора Игоря Орлова с представителями Бельского и Устьянского малого лесного бизнеса. О том, чем этот диалог закончился, читайте в свежем номере «Правды Севера». В корреспонденции со своим ультиматумом в лес не ходят. Одна из обсуждаемых политических новостей. В Северодвинске этой осенью дважды избранный мэром Михаил Гмырин покинет пост по окончании полномочий. А к власти придет утвержденный по новой схеме глава. Кто им станет и что может измениться? Об этом в статье попрощаемся с мэром. В Архангельской области отметили 75-летие Соловецкой школы Юнг. Конечно, особо трогательный праздник получился на Соловках, где в 1942 году 14- и 15-летние подростки начинали учиться морскому делу, чтобы встать в строй вместе с отцами и защищать родину. В свежем номере «Правды Севера» пронзительная история Юнг военных лет. 1 августа абитуриенты во всех вузах страны узнали о том, стали ли они студентами. Это первые счастливчики, которым хватило баллов поступить на бюджетные места. Потом будет еще вторая волна, когда станет ясно, какой вуз из пяти выберут те, у кого баллы это позволяют делать. И сейчас на счету каждый балл, поэтому вновь возникают споры о роли золотой медали, стандарт которой четко не определен до сих пор. В чем же смысл сегодня этой некогда очень престижной школьной награды, когда знания выпускников оцениваются посредством ЕГЭМ? В свежем выпуске газеты на эту тему высказывают свою точку зрения родители, выпускники и учительницам, у которой в этом году в классе 9 учеников получили медали. Подборка называется «Золотая медаль. Пробу есть где ставить». Банковские карты – удобное средство платежам, но финансовыми технологиями научились пользоваться и мошенники. В 2016 году с банковских карт россиян было похищено более миллиарда рублей. Среди пострадавших немало и жителей Архангельской области. Что делать людям, столкнувшимся с кибермошенничеством? Об этом компетентно рассказывает Михаил Карпунин, управляющий отделением по Архангельской области Северо-Западного главного управления Банка России. Решиться написать эту книгу, видимо, было трудно. Она требовала предельной открытости, иначе зачем? Но и не писать ее было невозможно. И известный архангельский журналист и писатель Виктор Толкачев откровенно и деликатно рассказал о жизни своей семьи на острове Колгуев. Книга называется «Облака любви». Презентацию пройдет в Морском музее 8 августа, в день 80-летия автора. А отклик на эту книгу в «Правде Севера» озаглавлен «Унесенные облаками». В свежем номере газеты читатель также найдет подробную афишу культурных событий как в Архангельске, так и в районах области. Итоги дня подведем в 19.20 на канале ТВ-Центр. Не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин